Здравствуйте! Болят локти и не проходят. Что делать? Были перегрузки, когда был лесорубом. Вот я сейчас вас смотрю. Я напомню, что человек со способностями никогда не полезет в тонкопылевые оболочки человека без его разрешения. Для того, чтобы сделать детальный анализ или исследование. Когда человек обращается за помощью, всегда нужно разрешение. Здесь безопасная зона, в которой нужно рассматривать человека, не переходя его интимную зону, так скажем. Вот я сейчас смотрю, у вас в локти вставлены распорки. Вы были лесорубом, вы рубили деревья, вы лишали живых существ дома, в котором они обитали, вы лишали живых существ жизни. Да, вы не знали об этом. Это немного уменьшает, так скажем, вашу ответственность, но не уменьшает ее совсем. В руки у вас вставлены распорки, чтобы больше этого не делали. То есть вы делали... Я сразу хочу попросить у вас прощения. Я говорю очень болезненные и иногда травматические, травмирующие сознание вещи. Но я не тот человек, который будет вам верещать, как соловей, чтобы вы ушли отсюда, так скажем, обогретым и одобренным во всех ваших поступках. Я говорю прямо то, что я вижу. У вас в локти вставлены распорки для того, чтобы вы больше не могли заниматься тем, чем вы занимались. То есть лишать живых существ дома и лишать живых существ жизни. И вам, скорее всего, будет некомфортно. Очень даже, возможно, больно. И будет больно как в этой жизни, так и в следующей жизни. Если вы... Может быть, еще в следующей, в следующей жизни. Если вы не примете решение разобраться конкретно, почему у вас были поставлены эти распорки, в связи с чем, и осознав вопрос, то есть что вы неправильно делали по отношению к деревьям, попросите у кармического комитета возможности убрать этот кармический ограничитель, причиняющий вам неудобства. Но нужно будет компенсировать все, что вы сделали. То есть срубили там, я не знаю, 100 тысяч деревьев, вам нужно будет 100, 150, 200, 300 тысяч деревьев посадить. Можно это компенсировать по-другому, открыть приют для животных, или начать защищать слабых, обездоленных людей, или зверей, или каким-то образом очищать нашу планету. То есть как только вы компенсируете все, что вы делаете, с вас будут сняты эти кармические ограничители. То есть сейчас пока они вот у вас стоят, чтобы вы больше не делали то, что вы делали, и чтобы вам было так же комфортно, как было дискомфортно тем существам, которых вы лишали дома. Грустная история, но вот чтобы вы знали. Это не лечится ничем, никакими таблетками, никакими загорами. Это в локтевой сустав монтируется специальное устройство, которое не позволяет вам делать то, что вы делали. То есть каждый раз, когда вы будете это делать, возможно, вы во время работы и не будете чувствовать напряжение. Но каждый раз, когда вы уйдете на другую работу, или сядете дома спокойненько, вы будете чувствовать неприятные ощущения в локтях. Лично знаю ни одного человека, который в прошлой жизни, допустим, у них было, допустим, я не буду говорить фамилии, у них было самурайское прошлое. Это были знатные воины прошлого. Но тем не менее они совершали, так скажем, убийство. Неважно там. Защищая свою страну, тем не менее это все равно карма убийцы лежит на человеке. И поскольку мужчины были сильные, мужчины были знатные, мужчины были большие, с огромной энергетикой, сейчас у них, как правило, шишки на коленях, потому что в ноги вставлены распорки, чтобы они слишком быстро и сильно не прыгали здесь. И не совершали действия, которые больше не нужно совершать. Потому что ошибки, тем не менее, были совершены. То есть у всех фиксированы, как правило, локти или колени. Это фиксируется, еще такое качество, часто оно называется упрямство. Когда человек упрямый, не хочет осознавать то, что ему говорят. То есть, допустим, зафиксированный колени, говорится, у тебя такая есть проблема. Нет, я так не считаю, я все равно там всех победил. Ну, побеждай. Я лично знаю человека, который, переосмыслив проблему упрямства, вот буквально за одну, там, две-три ночи сел в позу лотоса. А до этого думал, что у него повреждены колени, и это, в принципе, было невозможно. Вот он поговорил с кармическим комитетом, вот ему дали такую информацию. Дали не раз, потому что потребовалось где-то полгода, чтобы осознать то, что ему сказали. Тем не менее, я счет победил, так скажем. Он спокойно сидит сейчас в позе лотоса, и кармический ограничитель у него снят на 85-90%, я бы так сказала. Так что, желаю вам удачи. Если захотите разобраться с этим, приходите на проект реконструкции. Я хочу добавить, что приют для животных не поможет решить вопрос с вырубкой деревьев. Вы рыбали деревья, сажаете деревья, вы этим карму компенсируете. Убивали животных, вы животных спасаете. Убивали людей, спасаете людей. Карма имеет какие-то узкие направления. Есть понятие положительная карма, но у вас все равно есть какая-то узкая направленность. Там, где вы что-то наворотили, то что не надо, можно всегда компенсировать. Нет ничего такого жесткого. Лена, может быть, совсем правильно ответила, что кармой можно исправляться, но именно в том направлении, в котором вы работали. Если вы деревья рубили, то их надо именно сажать. Может быть, если вы рубили сосны, то вы не будете сажать, а что-то другое. Ну, вообще, конечно, потому что кармическая информация, она записывается именно на тот диапазон, в котором вы принесли разрушение, что-то сломали. То есть, может быть, вы будете несоснанные темпикты сажать, например, договорившись с системой. Получится соснан, сажайте соснан. Есть такой момент, потому что он работает в данном направлении. Когда будет отработана часть программы, вам эти локты можно будет уже починить достаточно. Вы осознайте проблему эту. Вам, может быть, этот вопрос уже решить буквально какими-то простыми вещами. Чуть ли не матью помазать суставы, и вдруг они начинают проходить. Когда вам эти ограничители снимут уже сама система, либо какой-то целитель придет и вам это сделает. Григорий, есть редкие исключения, когда можно компенсировать, допустим, вырубку деревьев спасением животных. Но в целом ты прав. Есть редкие исключения, я такие встречала. Что что-то делал злое, но нет возможности сейчас это делать. Допустим, Земля вся превратилась в водную планету. Нет возможности сажать деревья. Ну, вот полагать дельфинам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok